13 сентября мы в Сочи находимся. Вот он, Голубийский парк, Покатырь, отель, колесо обозрения. Мы пришли вот на такую детскую площадку. Погода чудесная. На улице тепло, солнышко на небе, не облачком. Перед этим местные говорят, что шли дожди. Какие красивые здесь лужайки, газончик зеленый. Но расстояние, конечно, очень значительное. Пешком очень сложно. Тем более под палящим солнцем. Тут вовсе идет подготовка к Формуле 1. Вот строят трибуны. И там 25-го, вроде числа, уже будут гонки. Отели, говорят, раскуплены от завязки. Мы довольно-таки со сложностями заселились, потому что все было занято. На букинге присмотрели несколько отельчиков, сходили, посмотрели их вживую. И договорились с хозяйкой по той же цене, что и на букинге. Сняли за 2200. Очень хороший номер. Вышли прогуляться на закате. Дошли до центральной дороги. Сейчас ждем автобус. Хотим поехать до остановки Совхоз Россия, где мы в прошлый раз останавливались, заностальгировали, захотели туда. Тут вдоль дороги посадили сосновые деревья. И я вот прям представляю, как будет здорово. Через несколько десятков лет тут вырастут такие вот огромные сосны. Будут создавать тень. И воздух будет такой очень хороший. А вот на горизонте уже горы. Там красная поляна. Вот очень модная тема. Здесь по всему Сочи стоят вот такие вот самокаты. То есть в любом месте их берешь. Там на определенных остановках. приложение регистрируешься. Мы сегодня уже это опробовали. Очень здорово. И потом издаешь тоже на таких же стояночках. Они отмечены на карте приложения. Аренда самоката за первую поездку берется 50 рублей. Залог 500 рублей сблокируется на карточке. И потом за каждую минуту платят 4 рубля. Ну вот как альтернатива автобусам, общественным транспортом. Очень даже здорово. Мы хотели остановиться где-нибудь поближе к олимпийским объектам, чтобы можно было до них легко дойти. Мы выбрали вот этот район. Вот тут крыши начинаются. Ну представляете, да, вот прям через дорогу дойти метров 300. Вот тут начинаются отельчики, гостевые дома. Ну так вот, вот с ребенком прям вообще не вариант. Если бы у нас не было самоката, это бы вообще было большой проблемой. тут мы как-то до самоката доезжаем, вот по этим пешеходным переходам их два, вот этот вот один и потом еще чуть дальше еще один такой же пешеходный надземный переход, уже как доступ к олимпийским объектам, к этому фонтану поющему. Но вот с ребенком это довольно-таки тяжело, видите, вот с ребенком спускаются. По инфраструктуре здесь очень удобно то, что здесь везде кафешки, различные столовые недорогие, можно легко найти, где можно перекусить. Вот, с общественным транспортом здесь тоже все удобно, но вот без него ходя ножками, если есть маленький ребенок, вообще не вариант. А еще у нас была интересная история, вот с этим вот самокатом. У нас при регистрации сказали, что самокат нам провести не получится, потому что он у нас не складной, абсолютно простенький самокатик. Вот, и мы сможем все равно его с собой потащили, решили, что оставим его там, где нам скажут, что его нельзя провозить, но в итоге он с ножами прилетел. Сейчас 8 вечера, довольно-таки оживленно. все вышли на променад. Довольно-таки приятно на улице, комфортно. вот сентябрь, а ночи очень теплые. И повсюду запах гриля, мясо на углях. Очень приятно. восточная восточная кухня, магазинчики с всякими пляжными предотвежностями. вы вы любите? чучело? на любой вкус, все цвета радуги. вкуснятина, наверное. мини-парк аттракционов, где даже колесо обозрения есть. м св м м м м м м м Продолжение следует... Хотела показать номер, в котором мы остановились, отель называется Олимпия, трехместный номер, вот здесь одна большая двуспальная кровать, кондиционер, телевизор, там есть холодильник, но мы им не пользовались, вот в этой нише, холодильник. Здесь тоже только место комодик, зеркало, здесь еще одна кровать, кошечка у нас так открывается, спали с открытым окном, свежим воздухом дышали. Вот здесь в номере есть ванна, здесь душ, туалет, фен есть. Номер стоил 2300. На букинге он по этой цене тоже предлагался. Здесь еще есть вот такой полакончик с креслицами на свежем воздухе, можно пить чаек, кофеек. Давай будем поедать на море. Да, поедем, конечно. Вот такой вид из полакона. Так, внизу есть вот такой уголок, где можно завтракать, обедать, ужинать. Очень комфортно мы вот здесь завтракали, готовили себе. А вот за углом вот эта вот крыша, это продуктовый магазин, очень хороший. И есть холодильная доска с утюгом. И получается, за счет того, что здесь вот тоже вот открытая дверь, очень хорошо продувается ветер, свежий воздух. К номерам очень здорово. Здесь с этой стороны тоже есть калитка, и можно с этой стороны тоже зайти. Ну, это такой жилой квартал, который я рассказывала. Можно пользоваться общей кухней. Тут можно стирку делать. Но стиркоплатная 150 рублей вот стоит, загрузка одна. Вот здесь есть большой холодильник. Микроволновка. Чайник электрический. Газовая плита. Посуда. Все, что нужно, можно брать. Вот такие вот диванчики тут со столиками. Чтобы покушать, и можно на свежем воздухе тоже. Вот мы выдвигаемся, едем в сторону Абхазии теперь. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо.